Уважаемые товарищи, я постараюсь максимально. Вчера вечером перечитал свой текст, получилось 17 минут. Я его, честно вам говорю, уполовинил. Итак, в дополнение к тому, что сегодня было сказано, красная нить моего выступления не сильно отличается от того, что вы уже услышали, только я хотел бы добавить один аспект. Вот та позиция, которую партия коммунистов и все серьезные ответственные эксперты и люди занимают относительно нашего антикризисного пути, стратегического выбора Молдовы, она совершенно очевидна, она проистекает из естественного геополитического положения Молдовы. Мы находимся на границе трех великих культур, и что у нас не может быть каких-то особых предпочтений какой-либо из них, иначе это грозит большими внутренними неприятностями, чему мы свидетели в последние 20 лет. И эта позиция, она наша очевидная, сохранять, укреплять наши торговые и экономические связи на наших традиционных рынках с нашими традиционными партнерами и модернизировать экономику на основе европейских стандартов. Логично, понятно, естественно, а главное воспринимается всем нашим народом. Но вот оказывается, эта ясная, естественная, логичная позиция подвергается критике, очень серьезной, если не критиканству. И я не хотел бы, не имею в виду аналитиков, проплаченные, не проплаченные, но совершенно очевидно ангажированные, которые кочуют у нас из одного поста телевидения в один и тот же вечер на другой. А и дело гораздо серьезнее. На сайте Миссии Европейского Союза недавно были опубликованы так называемые 32 мифа о договоре об ассоциации Молдовы, соглашении об ассоциации Молдовы с Европейским Союзом. Ну, добро бы, так были бы это критика, только нашей критики этого соглашения. Но там ведь сделаны очень серьезные выпады в адрес Таможенного Союза. И просто невозможно оставить это без внимания. Я счел необходимым довести до вашего сведения сегодня, учитывая дидактически в некоторой степени характер нашей конференции, и комментарии к этим 32 мифам, которые все более и более пропагандируются, и все более и более запутывают наших граждан, наших избирателей. Итак, что там есть? Во-первых, две группы вопросов. Первая группа – это мифы, которых не существует в природе, которые сами придумали авторы этого текста, и которые приписываются оппозиции и критикам соглашения. Во-первых, о том, что якобы Молдова опасается укрепления связи с Таможенным Союзом, поскольку Россия не будет принимать товары по европейским стандартам. Чувствуете, придумана такая вещь. Или, например, о том, что мы критикуем соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, поскольку в нем предусмотрены выгоды только для предпринимателей, а молдавский народ будет в ущербе. На самом деле мы говорим о том, что соглашение об ассоциации нанесет колоссальный ущерб абсолютно всем, поскольку неконтролируемый импорт в короткие сроки задушит местных товаропроизводителей, по причинам, о которых говорил и доктор Пойсик. Разница в субвенционировании продукции у нас и у них явно делает неконкурентоспособные ныне наши товары и на внутреннем рынке в случае поднятия таможенных пошлин на импорт из Евросоюза на границе с Молдовой. Так вот, из-за того, что это произойдет, в коротчайшие сроки будет задушено наше производство, обанкротятся все и предприниматели, и, естественно, они уволят всех нанятых рабочих. И вот Михаил показал вам 8 миллионов товаров, которые использованы, а будет 80 миллионов. Попомните мое слово, не дай бог, если будет это подписано. Мы с вами будем потреблять холодильники за тысячу лей, стиральные машины за 800 лей, которые выброшены в Европе. Почему? По специальным программам, которые субсидируются правительствами Германии, Франции, Италии для того, чтобы стимулировать спрос. А спрос у них падает, дефляция, они в колоссальном кризисе, они на грани очень серьезных проблем. В Европейском Союзе официальная статистика достигла безработица в целом 12%. В Италии 21%, в Испании 25%, в Греции 28% – это катастрофа, это официально. Ну а в Болгарии, в северных районах 60%. В Румынии таким же образом растет, исключительно из-за падения спроса. И у них, посмотрите на политику Центробанка Европы, Европейского Центробанка, стоит мертва ставка рефинансирования 0,25% для того, чтобы оживить кредитную деятельность и хоть какую-то вдохнуть жизнь в производство и в создание рабочих мест, но не получается вследствие вот этих отдаленных последствий кризиса 2008 года. Александр Борисович, вы уже в полу регламента, ты читаешь то, что сократил, и я не знаю, что это авторское предложение. Давай, а потом обидишься на нас, что мы тебя опять остановили. Да. Остановись сам. Итак, а уже остановился. Спасибо, Владимир Николаевич. Да, действительно, время истекает. Есть много вопросов к этим мифам. Я только хотел бы сказать вам, что вот другая группа мифов, которая на деле является истинной правдой. Они говорят о том, что для Молдовы, якобы, является мифом крупные серьезные финансовые потери. На самом деле это действительно так. Они говорят о том, что потерь не будет. Но как не будет, когда мы миллиард долларов получаем ежегодно от экспортной выручки с Россией. А в связи с тем, что свободы только с Россией, а в связи с тем, что откроются таможенные пошлины на границе с Евросоюзом, мы фактически проигнорируем свою обязанность члена зоны свободной торговли со странами СНГ обеспечить надежную защиту от контрабанды с этой стороны. И в результате нас будут вынуждены исключить. И мы будем платить вот те 7-8% таможенной пошлины. И вместо второго места, которое занимаем по экспорту яблок в Россию, сзади нас Польша, мы откатимся на 5-7%. И вместо 140 тысяч, значит, 150 тысяч экспорта будем иметь 1040. И вот мы потеряем 500-600 миллионов долларов в год. Это 7-8% ВВП, когда они говорят о том, что вырастет на 5%. Неоткуда будет вырастить. Еще один говорят о том, что Молдова виновата сама за то, что лимиты времени установлены, такие сжатые на адаптацию к условиям еврорынка. То есть нам прямо говорят, что в ассоциации нет взаимовыручки и взаимопомощи, а ваши просчеты и ваши ошибки – это наш бонус. Такое партнерство нас ожидает. Или, например, что 29-й миф говорит, что соглашение Молдова от экспортной выручки – 142 миллиона евро. Ну что это такое в сравнении с миллиардом? То есть банкротом страна будет 100%. Но 32-й миф бьет все рекорды фарисейства. В нем утверждается, что констатация о невыгодности для Молдовы соглашения об ассоциации в сравнении с членством в Таможенном союзе является фальшью по двум мотивам. Так и написано. Первый касается некой выгодности для Молдовы членов зоны свободной торговли. Ну, как ватсона этой выгоды уже говорится. Второй мотив состоит по мнению авторов, что члены Таможенного союза передают свой суверенитет в таможенной политике над национальным органом Таможенного союза. Но нам, по-моему, достаточно убедительно показали, что никаких над национальных органов, имеющих решающие, обязательные к исполнению решения в отрыве от национальных парламентов, от национальных суверенных правительств, нет в Таможенном союзе. Чего совершенно другая ситуация в той ассоциации, куда нас тянут. Наш парламент не изведен до какой-то площадки для дискуссий, а правительство будет выполнять директивы Брюсселя. Действительно, мы превратимся в колонию, в подконтрольную территорию. Кто не верит, почитайте еще раз наш обстоятельный доклад. Я в заключении хочу вот что сказать. Что нам надо бы всем не жалеть силы времени, чтобы сделать все, чтобы отложить это подписание соглашения, в котором есть об ассоциации, и чрезвычайно внимательно отнестись к тем документам и к той информации, которую мы и сегодня услышали о Таможенном союзе. И хотел бы сделать такое предложение уважаемым гостям из России. Откройте, пожалуйста, миссию Таможенного союза из двух, из трех человек в Кишиневе. Миссия Евросоюза приехала сюда, никого не спрашивала. И вот что натворила за сколько лет она здесь находится. И еще одно, тоже в качестве совета постороннего, как человека, знающего эту проблему, недостает в Таможенном союзе на концептуальном, на крупном макро уровне разработки проблемы рынка капиталов, рынка ценных бумаг. Инфляция исключительно высокая по этой причине, потому что нет альтернативы потребительскому рынку. Практически нет ни в России, ни в Казахстане, ни в Беларуси. Не буду говорить и так далее, но эта проблема очень серьезная. Кстати, ее развитие поможет в будущем и введению единой валюты в евразийском пространстве. Без этого решения вопроса к проблеме, такой нельзя подступаться. Спасибо за внимание.